Добрый день, дорогие рукодельницы! Сегодня мы покажем вам, как шить вот такую ветровку. Ссылку на выкройку, а также на магазин, где мы приобрели все материалы для ветровки, вы найдете в описании к данному видео. Приступаем к заготовке полочек. Краиваем необходимые детали карманов. Одну деталь клапана предварительно дублируем. Метовым и застрачиваем припуск по входу в карман. Заутюживаем карман по шаблону, вырезанному из картона в соответствии с лекалом кармана. А затем припуски заметываем. Складываем детали клапана лицо с лицом и обтачиваем по трем сторонам. Подрезаем уголки, выворачиваем и выправляем клапан. Выметываем клапан и прокладываем отделочные строчки. Накладываем карман на полочку по разметке, прикалываем и настрачиваем. Прикладываем клапан на расстояние 1 см от верха кармана, приметываем и притачиваем. Выпуски подрезаем, отгибаем клапан и прокладываем отделочную строчку. Комментируясь на разметку лекала клапана, отмечаем место расположения и устанавливаем кнопку. Затем устанавливаем вторую часть кнопки на карман. Стачиваем средний шов спинки. Строчка доходит до начала разреза. Теперь складываем полочки из спинку лицом к лицу и стачиваем плечевые швы. При пуске швов отгибаем на спинку и прокладываем отделочную строчку. Приметываем и притачиваем рукава, совмещая рассечки. Затем стачиваем рукав на боковые швы. И совмещая шов втачивания рукава. Теперь будем заготавливать воротник. Дублируем верхние и нижние воротники, а также планку под кнопки. Заутюживаем припуски планки под кнопки с трех сторон. Отмечаем центр планки и воротника по нижнему срезу. Совмещаем их и настрачиваем планку на воротник. Складываем части воротника лицо с лицом и стачиваем по верхнему срезу. А теперь приметываем, а затем притачиваем верхние воротни и горловине, совмещая рассечки на воротнике с плечевыми швами. Намечаем место расположения и устанавливаем нижние части кнопок. Узел верха готов. Приступаем к заготовке подкладки. Приметываем и притачиваем под борта к полочкам. Вгибаем припуски шва в сторону под борта и прокладываем отделочную строчку. Заготавливаем подкладку спинки. Так как наша ветровка с разрезом, мы покажем вам два способа, как его обработать. В первом случае притачиваем обтачку разреза к подкладке по одной стороне, рассекаем уголок подкладки, поворачиваем обтачку и притачиваем по второй стороне. Обратите внимание, что обе строчки должны сойтись в уголке. Припуски шва отгибаем в сторону подкладки, приутюживаем и прокладываем отделочную строчку. Второй способ. Припуски обтачки заутюживаем по двум сторонам. Накладываем на лицевую сторону подкладки, совмещая углы, приметываем и притачиваем близко к краю. Теперь стачиваем средний шов спинки до разреза. Притачиваем обтачки низа спинки и полочек. Обязательно проверьте поликалом, как правильно приложить обтачки. Стачиваем плечевые швы подкладки. Притачиваем рукава, совмещая рассечки. Теперь стачиваем рукав на боковые швы, совмещая швы втачивания рукавов и притачивания обтачек. Не забывайте оставить отверстие для выворачивания в рукаве. Притачиваем обтачек, отгибаем в сторону низа и прокладываем отделочную строчку. Заготовим вешалку. Полоску из основного материала складываем и сострачиваем. Разуем петельку и притачиваем к центру спинки. Узел подкладки готов. Дублируем планку под молнию. Затем складываем ее пополам и обтачиваем по верхнему и нижнему срезам. Резаем уголки и выворачиваем на лицевую сторону. Прокладываем отделочную строчку по краю и открытому срезу. Другую часть молнии приметываем по борту, начиная от низа и отступив 1-1,2 см. И притачиваем с помощью спецлапки. Молнию застегиваем, отмечаем линии кулисы и шва втачивания воротника и отрезаем излишки сверху. Лишние зубчики удаляем. Приметываем и притачиваем молнию к планке. Теперь притачиваем по борту, совмещая разметку. Уберяем качество втачивания молнии. Борта отступаем 4 см и ставим отметку по центру кулисы. Устанавливаем люверсы, усиливая их основным материалом. Линии притачивания кулисы переносим на лицевую сторону. Настрачиваем концы кулисы. Затем приметываем кулису с изнаночной стороны и притачиваем двумя параллельными строчками. Ручки должны быть симметричны относительно борта. Манжеты складываем пополам и стачиваем. Отрезаем необходимое количество резинки, замыкаем ее в кольцо. Затем складываем манжеты пополам, вкладываем резинку и застрачиваем по верхнему срезу. Вкладываем манжеты в рукава, прикалываем, совмещая швы и притачиваем. Теперь будем соединять верх и подкладку. Складываем лицо с лицом, скалываем по нижнему срезу и стачиваем. Ручку начинаем от уголка разреза и стачиваем сначала в одну сторону, а затем в другую. Отрезаем уголки. Выворачиваем разрез на лицевую сторону и проверяем качество. Притачиваем нижний воротник к горловине подкладки. Продеваем шнур в кулису. Обтачиваем борта подкладкой. Подрезаем уголки. Поверяем качество совмещения углов по верху и низу молнии. Крепляем между собой припуски шва втачивания воротников. Выворачиваем ветровку на лицевую сторону и выметываем борта и низ. А затем прокладываем отделочную строчку одновременно по бортам, низу и разрезу. Теперь застрачиваем отверстие в подкладке рукава. Приступаем к обработке капюшона. Притачиваем центральную и боковые части верха, совмещая рассечки. Отправляем припуски швов в сторону центральной части и прокладываем отделочные строчки. Тем стачиваем центральную и боковые части подкладки капюшона. Тачку низа капюшона стачиваем из двух частей. Далее обтачки необходимо предварительно продублировать. Тем прикалываем и притачиваем обтачку к подкладке капюшона. Отправляем припуски шва в сторону обтачки и прокладываем отделочную строчку. Теперь стачиваем из двух частей обтачку лицевого края капюшона. Скалываем обтачку к подкладке и притачиваем. Субтитры создавал DimaTorzok Припуски шва направляем в сторону обтачки и прокладываем отделочную строчку. Складываем вверх капюшон и подкладку лицо с лицом и обтачиваем, оставляя отверстие по нижнему краю. Подрезаем уголки и выворачиваем капюшон на лицевую сторону. Выметываем капюшон, а затем прокладываем отделочную строчку, одновременно застрачивая отверстие. Устанавливаем верхние части кнопок, ориентируясь на кнопки планки воротника. Включаем место расположения и устанавливаем кнопки по лицевому краю капюшона. Наша ветровка готова! Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, а также ищите новые видео и выкройки на нашей странице в Instagram и группе ВКонтакте. Субтитры делал DimaTorzok